Продолжение следует... ...четвергов, пятниц и так далее. То есть еженедельно, ежедневно, прошу прощения, должно быть огромное количество людей работать на благоустройстве, на озеленение, на установке малых архитектурных форм. То есть то, что называется хорошей, качественной средой проживания. Областной субботник планируется провести 27 апреля. Еще две генеральные уборки пройдут 4 и 18 мая. По состоянию на 20 апреля запланированные работы достигли отметки в 20% от общего объема. За минувший областной субботник было выполнено за один день 5% от общего объема. Основные работы, которые выполняются в настоящее время на территории Кулианской области, в основном связаны с санитарным характером. Навести порядок следует и после обрушившегося на область Паводка. Глава области поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации его последствий. Несмотря на то, что с Паводком удалось справиться, ущерб он все же области нанес. Пик Паводка пришелся на период с 9 по 13 апреля. В период прохождения Паводка в результате разлива рек было подтоплено 5 мостовых переходов. Нарушен один пешеходный мостовой переход в селе Труженик Меликецкого района. Был произведен размыв 5 водопускных труб. Губернатор поручил в кратчайшие сроки установить размеры ущерба, нанесенного Паводком, и заняться изысканием средств для его ликвидации. Оценят в том числе последствия подтопления жилых домов. Сергей Морозов распорядился также принять ряд управленческих решений, чтобы подобная ситуация не повторялась впредь. Заместитель председателя правительства Светлана Колесова ознакомил участников совещания с индексом качества городской среды, составленного при участии международных экспертов. Рязань, что отражается красным цветом, несколько примеров. Например, 147 баллов Рязань. У нас в Ульяновске 149 баллов, нам не хватило 2 балла, чтобы выйти в состояние удовлетворительное. И Калуга, например, 136 баллов, это ниже нас. Самара 120 баллов, тоже ниже. Казань 147 баллов, на 2 балла ниже получилось. Пермь 103 балла, Воронеж 141, Волгоград 93 балла. Согласно этому рейтингу, качество среды большинства российских городов оценивается как плохое. Ульяновск близок к удовлетворительному состоянию. И в ближайшее время может существенно лучше своей показатели. Во всяком случае в области будут приниматься все меры для этого. Создайте коррекционный совет по вопросам благоустройства, озеленения и комфортной среды. Вопросы благоустройства не должны касаться только городов и сел. Немаловажной составляющей формирования комфортной среды станет наведение порядка в садовых товариществах. В скором времени многие горожане откроют садоводческий период. А многие уже открыли. Нам нужно разработать такой вот подпроект, связанный, так сказать, вот с нашей комфортной средой, такой комфортной садоводческой средой. Садовые товарищества должны быть как партия культуры и отдыха, как хорошие микрорайоны, как хорошие населенные пункты, благоустроенные. Готовятся не только садоводы. Кипит жизнь в полях области. Хотя к яровому севу аграрии регионы еще не приступили. Задача сельхозпроизводителя в настоящее время – подкорм козимых культур. По состоянию на 20 апреля азимы культуры у нас подкормлены на площади 34 167 гектаров. Это 11,8% от установленного плана. 16 муниципальных образований уже приступили активно к этой работе. Справочно, соответственно, по сравнению с Привожским федеральным округом, по Привожскому федеральному округу азимы культуры также подкормлены на площади 250 тысяч гектаров. Это 5,8%. Одновременно с подкормкой азимых культур продолжается закупка минеральных удобрений. А вот сельскохозяйственная техника уже полностью готова выйти в поля. Осталось только дождаться хорошей погоды. Егор Тестов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова